Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться Евангелия от Луки, 16 главы, и только один стих, это 18. И это обращение Иисуса Христа к мужчинам, к людям. И я прочту вначале его, а потом мы просто его немного разберем. Итак, «Всякий, разводящийся женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Вот очень простой стих, но как много в него вложено. И это не апостола Павла, изречение о разводе. Это сам Иисус Христос обращается к мужчинам, в данном случае. И он говорит о том, что нельзя разводиться со своей женой, но если ты разведешься, то больше уже не имеешь права жениться. И даже жениться на той, которая разведена со своим мужем. Слово «всякий» означает и богатый, и бедный, и занимающий очень высокое положение, как духовное, так и физическое в этом мире. Слово «всякий» означает, это нет исключения. Нет исключения. Причем Иисус Христос говорил о том, что есть только один повод для развода, и этот повод – это вина прелюбодеяния. И поэтому всякий человек, прежде чем разводиться, он должен многократно подумать, что привело его в это состояние, и по возможности измениться. И если это возможно измениться, но не на человеческом уровне, а на Божьем уровне, то есть человек для того, чтобы поменяться, измениться, он должен молитвенно просить у Бога возможность измениться, потому что сам человек очень с трудом меняется, если это вообще возможно. Но когда Бог своей силой прикасается к человеку, он меняет его, меняет и обстоятельства его жизни, и место его проживания, и достаток, и духовный мир человека, он полностью, полностью меняется. Итак, жену и саею нельзя разводиться, но если разведется, человек не может жениться на другой, потому что он будет прелюбодействовать. А прелюбодействие – это акт в духовном мире очень-очень плохой, негативный. И тогда Бог за прелюбодеяние начнет взыскивать человека, наказывать его за это. И поэтому об этом надо помнить и знать. И прежде чем жениться, людей надо учить тому, что их ожидает. И если люди не готовы к этому, то лучше вообще не жениться, ибо ответственность за это очень-очень большая. И Россия, к сожалению, входит в тройку самых разводящихся стран в мире. Туда же входит Беларусь, Украина. И это имеет определенные причины. И это греховное состояние людей, которые не знают Бога, которые не знают Его волю, жизнь людей. И поэтому в духовном мире в России сегодня складывается печальная обстановка, когда из поколения в поколение дети вырастают без отцов. И они не знают, что такое взаимоотношение между мужем и женой. У многих детей нету дедушек в большей степени. Поэтому это все духовная причина. И она, происходя из одного поколения в другое, дает определенные негативные плоды в жизни общества. Итак, разводы и повеления Иисуса Христа в жизни людей. Просуждайте на эту тему. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова